Да и вообще надо все фиксировать. С адвокатом разговаривайте, пишите на запись, с судьей разговаривайте, фиксируйте на диктофон, что она там вам говорит, с приставами, всех записывайте. В первую очередь, да, ознакомиться надо с делом. В первую очередь, пишите ходатайство на ознакомление с делом. Да, Антон. Я тут небольшой план набросал. Значит, первое, это пойти в атаку по УК РФ. То есть, против вас включили тяжелую артиллерию. Это уголовная статья о применении физической силы. И просто так они не слезут. Им в любом случае нужно наказать кого-то. А закрытое уголовное дело, ну, допустим, без состава преступления, для них это большой, как говорится, косяк. Они в любом случае будут доводить до логического конца. Либо условка, либо уголовка, либо там штраф, еще что-то. Короче, они будут идти до последнего. Как это можно остановить? Только включив обратку. Обратка – это уголовный кодекс. То есть, заявление в порядке УПК-141 на полицейского, на кондуктора, на судью, на всех. На каждого. Вот вы называли очень много фамилий, имен, отчеств. Это вот по каждому. Отдельное сообщение о совершенном преступлении. Перечисляются уголовные статьи. То есть, это включается тоже тяжелая артиллерия в отношении их. Пускай они тоже побегают по следственным комитетам, по прокуратурам и попишут свои объяснения. Когда они побегают, они скажут, да нафиг нам это надо, отпускайте ее и пускай там этот Колькин или как там его, Коньков извинится перед ней и все, и цветы подарит, и все, и до свидания. Значит, ничего подобного не будет. Я к примеру говорю, чтобы было ясно. К пример – это когда вы опираетесь на закон и можете сказать о правовых последствиях. А примеры – это фантазии. Дальше, Наташ, ты говоришь, писала такое сообщение о совершенном преступлении в отношении этого полицейского, но отказали. То есть, был отказной материал. Любой отказной материал тоже можно обжаловать. Не останавливайся на этом, обжалуй все равно. То есть, получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, тут же его обжалуй. Плюс еще можно подать показ в суд и вытащить его в качестве свидетеля, то есть, обжаловать его действие и бездействие. Тоже можно его допросить обязательно под видео, то есть, в прямом эфире. Они это очень не любят. Я вот так прокуроров вызывал в суд и города Сургут, и ХМАО. Ну, очень хороший материал получился. Дальше, второе, материалы дела обязательно ознакомиться, написать тут же простые элементарные бумаги, что прошу ознакомиться с материалами дела и вот с этими всеми, ну, вот этими шестью делами ознакомиться. Сфотографировать от корки до корки, не имеет права отказать. Дальше, третье, это можно отложить любое дело, любое судебное заседание, которое назначено в будущем, предстоит. Пишется тоже простая бумага, там, я хочу, чтобы дело было отложено в связи с тем, что мне необходимо ознакомиться с материалами дела. И можно приложить вот из предыдущего пункта эти бумаги, что уже написано и до сих пор не ознакомлено. Дальше, четвертое, слова, хочу донести главный принцип, слова к делу не пришьешь. Все, что тобой было сказано и адвокату, и этим полицейским и так далее, я тебе уже говорил, обязательно переведи все в письменную форму. То есть, напиши полностью все, что происходило, от начала до конца, вот все, что ты нам в течение часа рассказывала, только полностью в подробностях, с фамилиями, именами, отчествами, со временем, со всеми деталями, там, полностью все. Когда распишешь, у тебя будет полностью картина, ты потом будешь периодически дописывать, что-то вспоминать. То есть, у тебя будет, как сказать, летопись, которую ты потом, ее можно отправить кому-то, чтобы тебя проконсультировали, чтобы можно было прочитать и сразу уяснить, что вообще произошло. На основании этой летописи можно дальше уже писать письменно, подавать всякие бумаги, то есть, приобщить к материалам дела, так называемую, твою позицию. Вот ты 51-ю статью взяла, 51-ю статью вообще, ну, все говорят, нельзя брать, если не умеешь пользоваться. Это очень опасная статья. Ты, получается, на тебя выливают ведро, извини меня, фекалии, а ты стоишь и молчишь, ничего не говоришь. В обратку ты им ничего не вылила, ни одной капельки. Надо было себя защищать, как минимум защищать, а лучше всего идти в атаку. Вот в атаку идется это все через сообщение о совершенном преступлении, пункт 1, через обжалование, что это они виноваты, они уголовники, они преступление совершили. Дальше, пункт 6. Приобщить все видео и аудио, которые у тебя есть, к материалам дела. Это вещественные доказательства. Я так понял, ты этого не сделала. Во-первых, разместить в интернете, качественно смонтировать и разместить в интернете. И к материалам дела уже можно просто не ходить туда, на диске не записывать, а просто написать бумагу, что я хочу, чтобы вы приобщили данное видео к материалам дела. И указываешь ссылку на интернет. Все, я так делаю. Дальше, то же самое и аудио касается. Более того, можно аудио, желательно аудио, перевести вообще в текст, то есть сделать транскрипцию, то есть протокол каждой аудиозаписи. И в тексте, вот опять же, живое слово к делу не пришьешь. Каждое аудио желательно перевести в текст и вот эту транскрипцию, кто сказал, когда сказал, в какое время сказал. Все это приобщить к материалам дела, как вещественные письменные доказательства, основанные на аудиозаписи. И седьмое, это раз уж у тебя такое дело пошло, я не знаю, я уверен, что ты до сих пор этого не сделала, но обязательно сделай, прям сразу же. Это нужно поставить автоматическую запись звонков на телефон и поставить программу диктофона и видеодиктофона. Эти программки есть в свободном доступе, их вот так вот очень много, выбирай любую. И у меня всегда принцип, прежде чем зайти в здание, я всегда включаю это все и выключаю только тогда, когда вышел из здания. То есть, что бы там ни произошло, в туалет пошел или там чай пью или с кем-то разговариваю, или вообще там чуть ли не уснул, не знаю, там сижу, отдыхаю. Все равно у меня идет запись. Пока не выйду из здания, запись не останавливается. И только иногда даже по приходу домой только выключаю, потому что по пути от здания до дома еще что-то может произойти. Вот это главный принцип правозащиты. Всегда все фиксировать. Это и есть твоя защита, самозащита, автоматическая самозащита за счет записи, видео и аудио. У тебя этого всего нет. Они рассчитывали на то, что ты промолчишь, что ты это и сделала. Ты не подписала ни один протокол, то есть не выразила свою позицию. Протокол не обязательно, вот я сейчас пришел к выводу, что протокол не обязательно подписывать. Но при этом обязательно нужно писать свое мнение на отдельном листке. И требовать, чтобы этот отдельный листок был внесен в перечисленные приложения протокола. То есть, по сути, ты протокол не подписываешь, но при этом прикладываешь свое мнение на отдельном листке. А ты можешь там и 20, и 40 листков писать. Ты можешь у них там неделю сидеть и рисовать это все. Последний раз они мне отказали в этом. Я хотела приложить. Он у меня вырвал протокол. А какой смысл не подписывать протокол? Вот его надо подписывать, потому что вы подписываетесь лишь то, что вы получили этот протокол и больше ничего. Что вы с ним ознакомились. А потом вот в этом протоколе вы пишете все свои замечания, комментарии. И у вас есть и подпись, и ваше мнение в самом протоколе. И получаете копию. Ирина, начало мнения. Начало мнения есть, а продолжение уже на отдельном листке. Да, действительно. То есть нет смысла его не подписывать. Вообще никакого смысла в этом нет. Вы не выражаете согласие с протоколом, когда вы его подписываете. А вы лишь получаете этот протокол и подписываетесь за его получение. Все. Каждый протокол должен подписываться. Каждый протокол. И на каждый протокол необходимо высказывать свое мнение. На каждый протокол. Теперь обратите внимание на то, что вы были доставлены и задержаны не санкционировано. Но вот у вас есть 6 месяцев, чтобы такую жалобу составить, подать в Европейский суд на несанкционированное задержание. Аналогично можно составить иск, вот как жалоба, так же иск к этой полиции за то, что вас несанкционированы, лишались свободы. И вот они уже становятся у вас ответчиками в рамках вашего уголовного дела, что для вас очень полезно. То есть они уже не такие, как и потерпевшие. Если вам отказали в уголовном производстве, то они в любом случае в гражданском производстве вам не могут отказать. Потому что у них нет протоколов против вас. Понимаете? А в протоколах нет подписей. Вот вы переходите в наступательную позицию, жалобу в ЕСПЧ быстренько, в течение 6 месяцев подаете. Нарушение статьи 5. Больше вам знать особенно ничего не надо, но можно и проверить вашу жалобу, вы главные обстоятельства все. Напишите подробно, вот как Антон говорит, да, кто, что, во сколько и как. И все, у вас нарушение статьи 5 Конвенции. Вы приобщаете формуляр к своему уголовному делу и дальше уже защищаетесь против этих якобы потерпевшего. Понимаете? Значит, речь идет вот о чем. Речь идет о том, что Наталья сама это сделать не может. Нет, жалобу помочь ей можно написать, оформить все это на формуляре. Главное, сами обстоятельства изложить Наталью. Наталья, вы можете иск в суд написать? Не может она написать иск в суд. Она же писала жалобы, она обжаловала незаконное содержание. Мне помогали. Она ничего сама делать не может. Ей нужно, друзья, ей нужно время сейчас выиграть, как бы время, чтобы было. Чтобы выиграть, я предлагаю написать и ходатайство об обыкновении судебного заседания. Приостановление производства до ознакомления с материалами уголовных дел. Вот это первое. Вот, да. Чтобы было время. Значит, первое, что нужно, это понятно. Первое, это, конечно, нужно ознакомиться с делом. Это первое. Второе, это нужно обжаловать проведение закрытого судебного заседания. И, естественно, необходимо написать отвод судье на том основании, что она нарушила принцип презумпции невиновности. Она сама в маске. И она уже определила, что ваши действия по отказу пользования маской являются незаконными. Она уже этим самым определила. И адвокат определил, и прокурор определил ваши действия незаконными. Принцип презумпции невиновности нарушили практически все. Судья, прокурор, адвокат. Так что вы, Наталья, адрес свой электронный напишите в чат. И будем просто ваши действия все направлять, советовать. Вы будете говорить, что вы сделали. Будем советовать, что надо еще сделать и как. А в суд надо идти и устроить им там веселую жизнь. И потребовать. И организовать. И нам придется организовать видеозапись. И потребовать введения видеозаписи. Потому что у них действительно нет законных оснований для проведения закрытого судебного заседания. Но даже если бы это было и открытое судебное заседание, то и в этом случае у них нет законных оснований для воспрепятствования в осуществлении вашего права. Речь идет об осуществлении вашего права. Собирать доказательства и представлять доказательства. они там устроили конспиративные конспиративную вечеринку и конечно в таких условиях все предрешено они могут сделать все что угодно вот нужно выбить у них эту почву из под ног и все фиксировать на видео добиваться именно этого но в суд идти обязательно значит первый шаг наталье надо написать ходатайство о приостановлении дела с целью ознакомления с материалами этого дела отложения заседания отложения заседания значит отложение до ходатайства об отложении заседания с целью ознакомления с материалами дела и его надо первое отправить значит светлана светлана я вам объясняю что такое ознакомление сделал это не просто перефотографировать я еще раз вам объясняю что ознакомление с делом это выражение позиции стороны защиты реальность стороны защиты на те материалы дела которые имеются в этом процессе должен участвовать адвокат и нужно потребует чтобы адвокат высказал свое мнение по тем все папа по всем материалам дела уголовного возникает значит вам поменяли адвоката да один адвокат был на стадии ознакомления с делом потом поменялся адвокат а вот новый адвокат он знакомился с материалами дела и каким образом то есть зачем так герой его что фотографировал фотографировала дальше вот мнение про который говорит рафаэль он согласен со всеми документами считает что они все допустимые так получается получается так значит я не указываю на ошибку который там я увидела он как бы не реагирует на это вот и прекрасно вот вы ознакомитесь с материалами дела когда их перефотографируете потребуете чтобы адвокат вам дал консультацию по поводу каждого документа соответствует ли этот документ требованием закона или нет письменно письменно должен в письменном виде высказывать мнение это все нужно быть материалах дела вы пишете что нарушено ваше право на защиту адвокат отказывается оказывать вам юридическую помощь отказывается при препятствует в ознакомлении с материалами дела вот правильного формулировка это адвокат препятствует в ознакомлении с материалами дела можно из ознакомлении с материалами дела ему устроить реально невыносимую жизнь а еще а еще под видео поговорить с ним чтобы он проговорился да совершенно нет это все фиксировать все под видео все в интернет пожалуйста вот фамилия имя отчества вот адвокат вот его должность его вот чуть ли ну я конечно адреса не высвечиваю но вот запомните вот это лицо его разыскивает народ исправили так называемая фемида справедливость и творится в том числе вот это он запомните его и все они этого боятся что каждый будет проходить они они не смогут по улице пройти каждый будет с ними здороваться здравствуйте мы вас знаем мы вас смотрим как у вас дела как ваше здоровье долго ли еще собираетесь жить и вот так каждый будет подходить потому что в лицо узнал потому что ты его осветила под видео и все знают кто он и что он и что он когда он сделал вот тогда они будут это обходить не то что стороной за 3 9 земель будут обходить просто будет понятно что эти адвокаты представляют опасность они реально представляют опасность для правосудия для правосудия подчеркиваю и только для правосудия для общества в целом потому что они для общества в целом это понятно но для они представляют опасность для правосудия с ними невозможно участвовать ни в каких судебных процессах Да, вот эта гласность, когда информация расходится, она имеет свое значение. И вот вы в своем рассказе, Наталья, сказали, что когда вы сбросили в чат сообщение о том, что вы задержаны, и люди стали звонить, как резко поменял свое поведение следователь. То есть они этого боятся, вот этого, знаете, когда большое количество людей, привлекается внимание к какой-то проблеме. Поэтому, видите, он уже поменял свои действия, свое поведение. Хотя все равно это против вас, но, по крайней мере, уже не было агрессии, хамства и так далее. Была другая форма вежливого хамства, скажем так, но тем не менее. Поэтому, а то, что говорит Антон, прямо фотографировать, находить фотографии, фамилию, имя, отчество, звание, должность и выкладывать все это публично, что они делают. И адвокатов в том числе. Чтобы люди знали, к каким адвокатам обращаться, к каким нет. Какие представляют опасность? Да. Какие представляют? Все работают на систему. Все работают на систему. Уже сколько было случаев, вот назначенные адвокаты, их часто меняют. Вот. Никто из них толком с делом не знакомится. Действуют чисто формально. Самое большее, что они могут сказать где-то там на процессе, когда их спрашивает судья, когда, допустим, вот вы что-то говорите, адвокат только может самое лучшее сказать, я поддерживаю своего подзащитного. Все. А больше, вот за это слово они получают, не знаю, там какие-то преференции от государства. То есть оплачиваем мы их работу. По сути дела за одно слово. Там я поддерживаю там, да, или на ваше усмотрение, ваше честь. Когда меня удалили с заседания, я спросила, почему вы не возражали против моего удаления. Он говорит, ну тогда бы и меня удалили. Тогда бы и дело не рассматривались. Я ему и сказала, ну и что, говорю, перенесли бы дело тогда. Наташа, ты представляешь вот это под видео заснять, как адвоката выносят? Так вы напишите сами заявление. Требую удалить адвоката из судебного заседания, потому что он действует вопреки моих интересов, моих прав. Под видео, под видео. Потому что нарушенное право на защиту – это основание для отмены любого приговора. И поэтому все нарушения вашего права на защиту нужно фиксировать письменно и подавать в суд, чтобы это все было приобщено к материалам дела. Наталья, а Кемерово от вас далеко? Кемерово? 96 километров. Там в Кемерово, я вам, по-моему, писала, есть очень активный блогер Михаил Алферов. Вот он очень борется с этой системой жесткой. И он помогает, я знаю, людям. То есть он может, допустим, поспособствовать. Он даже может, у него юридическое образование, он даже может быть вашим защитником и представителем. И снимать он всегда все снимает. Он молодец. Я знаю, что его какое-то было гонение, там его прессинговали тоже. Ну да, но тем не менее он все равно отстаивает свои права. Он там как кость поперек горла. Минуточку, минуточку. У вас суд в Кемерово? В Кропивинском районе. Кемерово, 92 метра по Кио. Кемерово, 90 километров от... Ну, почти 100, 100 километров. А, 90, ясно. А то мне послышалось 900. Я думаю, ничего себе расстояние. Ясно, 90. Ясно, 90. Просто есть кому вам помочь. Если вот вам надо что-то поснимать, я думаю, Михаил приедет, он вам поможет вот с этой целью. И это будет все выкладываться и на его канале, у него очень много подписчиков. Вот мы это видео выложим, то есть надо это придавать гласности обязательно. Да, Антон. Надо всегда действовать двумя способами. То есть это и по линии юрисдикции отставить себя письменно через все вот эти советы, которые мы дали. И по линии высвечивания, то есть освещения всех их. Для них эта линия очень опасна, она даже намного весомее, потому что вот по этой линии они привыкли всегда выигрывать. А с освещением они ничего не могут сделать. У каждого должностного лица, там судья, адвокат, прокурор, неважно кто, любые погоны, любые мантии, там, это все равно должностное лицо. И у должностного лица только две ценности, должность и лицо. Поэтому они маски надевают на лицо, они прячут, ну вот даже вот такой палец появился, они прячут свое лицо. Лицо спрятало, осталась одна должность. Все, идите жалуйтесь на кого-то хотите, на зеленую, на красную маску, на любую. Все, лица нету, все, и фамилию, имя, отчество, ничего не знаешь. Поэтому я и говорю, главное это их высвечивать, называть их должность и высвечивать лицо, показывать их. И Алферов, даже если ты обязательно свяжись с ним, он может что-то подсказать, посоветовать. Наверняка у него есть знакомые, кто там так или иначе свободен и может помочь. Я, к сожалению, помочь не могу. Для меня это слишком серьезное дело, это шесть дел, это такая писанина. Это как минимум на год может все это растянуться и постоянное обжалование. Мне бы хотя бы уголовное прекратить, остальное второстепенно. Нельзя концентрироваться только на одном. Они все объединены одной идеей. Это все одно и то же. Если ты напишешь... Решите вопрос с одной идеей масочного режима, решите вопрос со всем остальным. Значит, я вам высылал иск 3194. Вот скажите, Наталья, вы читали его? Я могу вам сказать нет. У меня на WhatsApp не открывается, у меня нет программки такой. Ну, то есть, высылать бессмысленно. А там... На почту, на почту надо. А там есть пункт 1.12.11. Вот этот пункт посвящен масочному режиму. Там собранный очень большой объем материалов, посвященный тому, что ваши действия являются законными. Вот в пункте 1.2.11 достаточно много материалов по этому вопросу. И по вопросу того, что нужно, необходимо возбуждать уголовное дело в связи с вот этой так называемой пандемией. И я вам объясняю, что поскольку речь идет о коррупции, поэтому даже в административном производстве должно быть расследование. Ничего этого у вас не было. Если поднять вопрос о законности требований, надевать маску и проводить расследование по поводу коррупции, которая является красной нитью, то никто вас не будет привлекать к административной ответственности. Но я понимаю, что советы давать – это одно. А дело делать – это другое. Вот это я четко и ясно понимаю. Осталось только выяснить, кто будет делать. Лично у меня нет времени. Мне вот сегодня в час ночи по нашему времени или в 10 часов Хабаровска нужно будет идти в полицию Хабаровска. Нет, ну Наталья сможет делать сама, я думаю, если вот ей так выслать заявление, которое вы сказали, указать, в каком пункте написано все про масочный режим. Она возьмет эту часть и отправит все протоколы. Я выслал это заявление. Я выслал. Наталья, в WhatsApp есть функция переслать на электронную почту. Ну, если вы не сможете этого сделать, Рафаэль сможет вам выслать и на электронную почту. Я выслал на электронную почту. Вопрос заключается не в том, что я кому-то что-то отсылаю. Вопрос заключается в том, что никто не собирается ничего читать. Вот как Шуманину я выслал все, что ему бы помогло и спасло его. Вот я выслал, у него полгода не было времени. За полгода он не смог прочитать. Все, мы имеем результат. В общем, Наталья... Ничего не надо, ни у кого нет времени. Только вот у меня есть время писать. Читать, писать. Слышите, Наталья? Электронный адрес свой оставьте в чате. Да есть, Наталья обращалась. Я вышлю, я вышлю на электронный адрес. Вообще никакой проблемы. Хорошо. Что будем направлять? Учительно, Наталья, читать. И кстати, Наталья, вот это заявление 3194 необходимо вложить во все административные дела. Во все. Вот, вы напишите ходатайство. Это моя позиция. Совпадает с моей позицией. И приобщите к ходатайству заявление Усманова. И пользуйтесь электронной почтой, чтобы меньше печатать и больше посылать. В электронном виде. И меньше ходить. Там просто большое заявление. Я просто хотел решить вопрос вообще с привлечением к административной ответственности за выражение свободы мнений и собраний. Но опять-таки там связано с масочным режимом. Опять-таки там связано с масочным режимом. Хотя это связано, конечно, все начиналось именно с того, что препятствовали в проведении митинга. Пикетирование митинга. Наталья, вам стало более-менее понятно, что делать-то в первую очередь? Вот вложите это заявление 3194 в дело. Во все эти пять ваших административных дел и все. То есть на электронку отправить это заявление, что прошу вложить в такое-то административное дело за номером таким-то? Да, ваша позиция по делу. Где объяснены ваши законные действия и незаконные действия властей? Вот в этом заявлении объяснено, что ваши действия законны, а действия властей незаконны. Действия, требования. Там также объяснено, что вы не должны подчиняться преступным распоряжениям со ссылкой на доводы европейского суда. Там все объяснено. Я звонила приемную губернатора, спросила, когда у нас чрезвычайная ситуация введена. Если введена, она говорит, да, в распоряжении губернатора, все в открытом доступе. Я говорю, так там нет ни подписи, ни печати. Она стала раздражаться. Там было написано. Значит, вот вы губернатору это и отошлите. Вот это губернатору и отошлите. Народ, давайте заканчивать. Уже 2 часа 15 минут разговариваем. Какие у кого еще есть вопросы? Наташ, тебе все ясно, что делать нужно? Наташа еще осознает. Главное, что есть связь. И можно всегда что-то восстановить, возобновить, спросить. Это Антон. Вот то, что ты проговорил, первое, второе, третье. Если можно, скинь в этот чат, чтобы я понимала, от чего отталкиваться, чтобы в первую очередь. Вот сейчас я изучу, Рафаэла, вот это письмо, 3195, да? 94. 94. Неясно. В каком виде сбросить? По пунктам. По тексту? Текстам? Да. Текстам. Мне проще короткий видеоролик вырезать и тебе видео разместить. Ну как? Потому что у меня на бумаге написано, но ты мои крикозябры, во-первых, не разберешь, во-вторых, я очень коротко пишу. То есть это надо раздиктовывать, что я тут написал. Хорошо, тогда как тебе удобно. Добро, я вычленил видео, я тебя отправлю. Благодарю. Я, Наталья, вам помогу жалобу написать в ЕСПЧ на ваше несанкционированное задержание, если вы напишите все обстоятельства. Вот как рассказывали, так и пишите. Так, жалобу в смысле по то, что из автобуса меня вытаскивали? Да, да, как вас привезли, доставили в полицию, там сколько времени вас держали, и потом не выдали никаких протоколов о задержании и доставления. Хорошо. Но это же нужно в любом случае предъявлять иск. Сначала предъявляется иск. Да, мы все по совести. Да. Совместим иск и это. Можно встречный, наверное, иск, правильно? Можно встречный иск. Встречного там никто же не подавать. Нет, это самостоятельный иск. Встречный иск предъявляется, когда вам иск предъявлено. А здесь вы должны предъявлять иск. Нет, а ей-то предъявлен по уголовному делу? Подано же какую-то. Значит, объясняю. Да, 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 все, 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 не сообразила я. Все, поняла. Так, ну все, да? Да. Ладно, счастливо. Счастье в этом эфире. Наталья, конечно, получила большое количество информации. Переварите это все. Если вам понадобится какая-то помощь, обращайтесь. Ну, контакты вы получили. Вот. Я могу помочь там с какими-то ходатайствами, которые я писала и так далее. Так что заканчиваем тогда. Благодарю всем. Да, спасибо большое. Подожди, Наташ. Я останавливаю запись или нет? Запись останавливаю? Подожди. Минутку, минутку. Наташ, я тебе хочу дать совет. Никогда не доводи ситуацию до крайности. Даже если тебе начали пальцы выламывать. Так пусть лучше пальцы сломают, чем ты его укусишь, и потом вот эта вся канитель будет. Как это, Антон? А вот так. Пусть лучше сломают пальцы. Вот так. Это мой совет. Я лучше пускаю, мне пальцы сломает, и я потом отсужу у него вот эти переломанные пальцы, и потом буду всем показывать. И его через суд вытащу, и я ему эту канитель устрою за эти переломанные пальцы, чем я себе позволю какое-либо действие в отношении его. Это недопустимо. Это допустимо по закону Российской Федерации. Есть статья в уголовном кодексе и в административном, Антон. Это все есть. Это все есть. Но Светлана, Светлана, вот эта система РФ, она так устроена, что она все вывернет наизнанку против тебя в любом случае. А если ты не среагируешь, не проявишь свой, как говорится, животный инстинкт и не укусишь его, то ты, получается, остался человеком, а он стал животным. И его уже потом, как животное, можно так затаскать по судам, так его заснять на видео. Антон, это делается на уровне рефлекса, вот честно тебе скажу. Я думаю, что Наталья не продумывала, как ей лучше зубами в какое место. Ну да, да, да. Это совершенно инстинкт, ну понятно. Не знаю, я не совсем согласна с этой точкой зрения, если честно. У нас есть право на необходимую вот эту самооборону. Есть понятие крайняя необходимость. Ну что же это такое? Так вот, смотри, Светлана, подожди, 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 секундочку. Я специально это сейчас все утрировал, чтобы донести до вас информацию. Здесь, конечно, она 100% права, это чистый инстинкт, любой бы так сделал, реакция на крайнюю боль, она является крайней. То есть зубами, ресницами, как угодно остановить эту боль, это нормально. Но я говорю о других ситуациях, когда требуют носить маску, и по-другому никак, и уже чуть ли не применяя физическую силу, ну скажи ты хотя бы под принуждением, под вашу ответственность. Попробуй, вот так вот виляй по-всякому, чтобы выйти на середину, не применение физической силы и не скандал, и не промолчать. Вот у тебя позиция в деле – это молчание, 51-я статья. А с другой стороны, можно было там поскандалить… Потому что у меня не было опыта, мне никто не подсказал, я не знала, что сделать. Мне было настолько плохо психологически, настолько мне было физически плохо, у меня болела голова, я вообще ничего не понимала, что происходит. Это было как во сне, это было не со мной, это впервые такое в моей жизни. Я прожила жизнь и столкнулась вот с таким беспределом, я была растеряна. Ну, я надеюсь, ты сделала выводы, что необдуманные шаги определенные, они приводят их еще к более худшим последствиям. И нужно научиться вот эти вот шаги не делать, либо их делать как-то по-другому, чтобы не было в будущем тяжелых последствий. А уголовная статья, которая в отношении тебя возбуждена, она говорит о том, что ты где-то неправильно себя повела. Не может система просто так пойти вот на такой беспредел, только из-за того, что ты отказалась маску надеть. Где-то неправильное поведение было. Учись себя правильно вести. Надеюсь, ты меня услышала. Я категорически не согласна. Категорически. Она обычный человек, гражданское лицо. У нее есть свое право, данное ей от рождения, дышать воздухом. Это неотъемлемое право каждого человека. Как пить, есть и так далее. Я не понимаю. Светлана, в России нет правосудия. Вот поэтому Антон и говорит, что не надо провоцировать вот этого дракона, который вас потом сожрет. Ну, я вот о том же и говорю, что ты пришел в гости к дракону и говоришь, я тут сейчас по-своему все буду делать. Естественно, дракон берет... Я не буду справедливости, законности. Да, 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 как в мультике. И тут же дракон берет... И тогда он пришел в гости к нам. Ну, послушайте, послушайте. Да никуда он не пришел. Он рядом с нами живет. Эти полицейские все, они все наши соседи. Все эти приставы наши соседи. В одном городе живем. Это наши люди. И что, они не наши уже люди. Они предали свою честь и совесть. Дайте мне договорить. Я хочу сказать, что если ты видишь, что против тебя дракон, а ты вот такая вот букашечка, ну сделай ты по-хитрому. Залезь ты по-другому к этому дракону. Да, сделай по-хитрому, дай сломать пальцы. Замечательный совет. Не ожидала, честно говоря. Не понимаю такого. Я не говорю, что надо там на них бросаться. Она, во-первых, это первое не делала. Это чисто рефлекторное было, ну, так сказать, действие. Светлана, Светлана. Не могу, извини, Антон, не могу. Я понимаю, что надо быть осторожным. Дай я тебе поясню. Ты не была в психушке, я был. Я знаю, что это такое. А Наталья именно психушка грозит. Я там пробыл 62 дня. Меня не кололи и не пичкали. Я насмотрелся. Мне там чуть глаза не выкололи. Реально. Я знаю, что это такое. И ей именно это и грозит сейчас. Так вот, я тебе говорю, что я готов, когда я был в психушке, я, как тебе сказать, вот сейчас я понимаю, пускай мне лучше все пальцы на руках переломают, чем я 10 дней в психушке проведу. Это я тебе точно говорю. У меня есть этот опыт, и я знаю, о чем я говорю. Так вот, ей грозит не 10 дней, не 62 дня, как мне. Ее наверняка обколят, потому что она находится где-то в деревне, никто ее не знает, ее еще никто не светил, ни одна фамилия, имя, отчество еще не звучало на всю страну, поэтому ее по тихому, по беспределу обколят, заколят, и как минимум на полгода, а я думаю, где-то на полтора, может даже на два, захотят именно, чтобы она там пролежала очень долго и все. И это показательное будет для всей Кемеровской области. Носите маски или иначе психушка на два года. Вот, цена двух пальцев, два пальца и два года в психушке. Что дороже? Вот я тебе про это говорю. Да и то, и то недопустимо. И то, и то недопустимо. Ни пальцы ломать людям, ни в психушку по фальсифицированному делу определять. Не знаю, я не могу с этим согласиться. Должно быть все, как говорится, по закону, по справедливости. Здесь просто коррупционная коррупция, ОПГ. Я тебя слышу, я понимаю, что ты хочешь сказать. Но ни то, ни то, ни лучше. Это выбор без выбора. Светлана, можно бесконечно возмущаться, либо действовать. Вот сейчас надо действовать. Мы с вами как бы уже дали какие-то... Вот я рассказываю, как я бы действовал. Я бы позволил сломать два пальца, а потом бы их так затаскал, что мама не горюй. А сейчас она получается с живыми пальцами, но ей грозит двухлетняя психушка. Хорошо. Мы определились правильно, кто как может чего Наталье подсказать, помочь, чем конкретно. Главное, чтобы Наталья поняла, какое первое действие она должна сделать. Потому что это вообще, я не представляю, пять административных дел, они все разные. Одно уголовное дело, и еще и грозит, на нее будут это все стряпать, стряпать, если она будет появляться без маски. То есть это ломается, это насилие. Ломают человека, и все, ломают его личные. Светлана, это не самый худший случай, который мне встречался за последние два с половиной года. Есть намного хуже. В десятки раз хуже. И это, можно сказать, вообще такая, одна из легких ситуаций для Натальи. Есть ситуации намного в десятки раз хуже. Из этой ситуации можно вылезти. И очень хорошо можно вылезти. С достоинством, с честью. Правильно. А ты, Светлана, чем больше возмущаешься, тем больше тратишь энергию на все это. Можно бесконечно возмущаться и говорить, что это недопустимо. Да, это недопустимо. Но это происходит. И в этой ситуации нужно принимать какие-то определенные выводы. Чем-то жертвовать ради более великой цели. Предотвращать более критичное развитие ситуации, чем два пальца, понимаешь, сломанных. Все равно категорически против. Все, что произошло, это произошло. Теперь нужно как бы убирать последствия. Да, да, да. И я тоже против всего этого беспредела. Конечно, против. Все против. Ну а что делать, если вот так происходит? Если довели, вот все мы до такого состояния все это довели. Надо как-то из этого выбираться. Ну ладно, благодарствую. Готов оказать помощь советам. Наталья, звони в любое время, готов ответить на любые вопросы. Обязательно видео это, ну, вырежу, которые где-то там говорю, что делать, и тебе отправлю. Я поняла, что Ирина сказала, чтобы я описала все для того, чтобы она написала там иск. Жалобу, по-моему. Да, жалобу. И иск, и жалобу в ЕСПЧ. Но это касается только незаконного, несанкционированного вашего задержания. Потом вот это можно все привязать к злоупотреблениям полицейских, в том числе потерпевшего. Соответственно, его заинтересованность в деле. И приобщать в том числе то, что вам Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. Незаконно и необоснованно. Вот это тоже все нужно в ваше уголовное дело вкладывать. То есть вам нужно собирать доказательства злоупотреблений полицейского. И вот это и есть ваша защита. Он злоупотреблял должностными полномочиями, а вы от этого защищались. Да, крайняя необходимость у вас была. Вот на это и опираться. В конце концов, такие статьи есть в кодексах Российской Федерации. И почему бы на них не опираться, если они есть, и такая возможность есть. Потому что действительно, если бы вы, например, его не укусили, он бы вам сломал вот эту руку или там запястье. И что? Это менее, что ли, так сказать, последствия, чем если вы его укусили. А вы его укусили, и что у него там осталось что-то? Ваши зубы? Или там кровь пошла? Он дальше продолжал брать объяснения. Как говорится, что он 14-го числа и уголовное дело возбудили, хотя 17-го числа зарегистрировали только коапс там или что, вынесли постановление. И 14-го он был у травматолога, который сказал ему там покой и освобождение вроде как от работы. А он в это время брал объяснение, писал. То есть там сфабриковано все белыми нитками. Но если сравнивать тяжесть, что больше принесло бы ущерб здоровью? Там то, что вы его укусили, там я не знаю, с какой, правда, силой вы его кусали, или бы он вам руку сломал? Вот что более серьезное? Там даже в акте написано, что предположительно, там даже следов не осталось. Там как-то написано витиевато, что со слов, с его слов, что я укусила, а предположительно, как тупой предмет или как-то... Наташ, Наташ, вот для этого нужны материалы дела, где мы четко увидим. Есть справка от судмедэкспертизы эксперта, где четко написано, что присутствует следец зубов, там сломано сухожилие порвано или сломана кость. Там этого нету. Стой, стой, стой. Это с твоих слов нету. Нам нужны документы, материалы дела. С чем оперировать? С твоими словами нужны материалы дела. Я поняла. У меня есть ссылка на Яндекс.Диск. Как я могу с WhatsApp сюда скинуть ее? Куда, в Skype? Да, чтобы показать вам. А что там, у тебя материалы дела есть какие-то? Да. Ты же говорила, не знакомилась. Они сфотографированы. Да, Наталья, да какая разница, я же тебе говорю, какая разница, он тебе там почти все дал или только одну букву. Это нас не интересует, потому что он дал не все. Интересует только от корки до корки. Ясно? Защитник-то фотографировал от корки до корки. Пусть он вам перешлет, защитник, все фотографии. У меня есть. Подожди, подожди, Наталья, подождите, подождите. С чего ты взяла, что он от корки до корки? Ты ему доверяешь? Я нет. Вот если бы он видео заснял, как он от корки до корки пролистал, я бы тогда поверил. А вот это фотографии, то, что он пришлет, я не уверен, что это от корки до корки. Опять же, я тебе говорю, пока ты сама не сфотографируешь, а еще я вот теперь, знаешь, как с материалами дело знакомлюсь, я не просто их фотографирую, я их фотографирую от корки до корки, а потом тут же следом записываю видео, как я это все листаю непрерывно. И это видео доказательство того, что у меня количество фотографий соответствует тому делу, которое я только что на видео заснял. Четко и ясно. Видео плюс фото. Вот это сто процентное доказательство, что дело состоит именно из этих листов. У тебя такого нету. Наталья, вам в любом случае все равно нужно писать ходатайство об ознакомлении в суд для того, чтобы там потом поставить подпись и дату, когда вы реально ознакомились с делом. И об отложении судебного заседательства. Ой, это разбирание. Заседание, да. Поэтому вам в любом случае надо там что-то фотографировать и показывать, что вы только сейчас знакомитесь с делом. Ну, в принципе, в общем-то, достаточно мы так определились по первым действиям, да? Но мне ходатайство заявлять на судебном заседании или до? Допишите заранее. Вообще не ждите до судебного заседания ничего. Все подавайте заблаговременно. Конечно. Вот я подала, потребовала, чтобы они мне аудио протокол предоставили. Они мне даже ответа не дали. Они сказали, что все это будет рассматриваться на заседании. Ну да, пусть они это говорят. Но вы заранее подавайте, они заранее будут думать. Наталья, поясняю, как делается правильно. Печатаешь в трех экземплярах, с первыми двумя идешь в канцелярию, первое подаешь им, второе возвращается тебе со штемпелем. А третье зачитываешь непосредственно в судебном так называемом заседании. То есть полностью берешь, читаешь, чтобы твои слова легли в аудио протокол. Плюс еще видео желательно при этом заснимать. То есть ты мало того, что читаешь, тут же этот трех экземпляр после зачитывания в заседании подаешь лично приставу, он относит к судье, и плюс у него уже в материалах дела находится еще один экземпляр. То есть ты трижды себя подстраховала под аудио протокол, зачитала и через канцелярию подала и в самом заседании в письменном виде подала. Они не разрешают снимать. Это все, что ты услышала? Наталья, это все, что ты услышала? Я услышала, что в трех экземплярах. Я поняла тебя. Вот. А если видео разрешат, еще лучше? Если под видео это все? Они аудио даже не снимали, не записывали. Наталья, закрытое заседание они объявили, поэтому они не дают вести аудио. Но никто не будет вас обыскивать, между прочим. Не надо говорить, что вы ведете аудиозапись, берите ее и введите. Да. Есть какой-нибудь портативный диктофончик? Нет. Так, давайте это потом обсудим, потому что мне это вырезать надо будет. Еще вопросы есть, открытые, которые для всех? Вроде пока нет. Ну, тогда я вынужден откланяться, у меня еще делов очень много. Потому что со всей страны звонит народ, всем надо помогать. Благодарствую. Хорошо. Всем спасибо большое. Я останавливаю запись, да? Да. Благодарю вас за то, что поддержали, вышли на связь. Мне это очень важно, потому что я в очень тяжелой ситуации. Поэтому мне нужна помощь. Не забывайте про Михаила Алферова. Он может тоже вам помочь. Он такой парень, боец тоже, боец. И всегда снимаешь. Есть контакты его. А я вам разве не присылала в WhatsApp? А, я присылала вашей знакомой Светлане, которая мне написала. Сейчас вам сброшу. Все, я отключаюсь. Всего хорошего. Благодарствую. Всего доброго. Тогда отключаемся все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok.